Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Мария Носова. И сегодня наша гостевая встреча посвящена теме достижения личных целей. Сначала выступать начнет Елена Осетрова. Елена Осетрова – это мастер фэн-шуй. Это эксперт по организации пространства, пространства времени и географического пространства. И Елена расскажет о том, как с помощью разных техник фэн-шуй можно достигать личные цели. После того, как Елена закончит свое выступление, говорить начну я. Сегодня я буду говорить об ошибках людей. Я буду говорить о женских ошибках, которые приводят к ссорам во взаимоотношениях с мужчинами. Сразу скажу, что предлагаю сегодня, в честь того, что мы сегодня снова встречаемся, подарок от себя. Мой подарок заключается в следующем. Первым пяти людям, которые добавятся ко мне в скайп, я могу провести в подарок консультацию по гармонизации отношений. Логин скайпа у меня равняется логину сайта Your Image. Значит, мне сейчас должны помочь и бросить ссылку в комментарии. Под окном трансляции, вернее, это будет не ссылка, это будет название, правильное написание логина скайпа, для того, чтобы вы могли добавить себя в контакты ко мне, и пять человек получат консультацию, о которой мы договоримся на определенный день, на определенное время, удобное для вас, и после того, как сегодня завершится трансляция, я зайду в скайп и посмотрю, кто добавится. Также в скайпе я бываю каждый день, но с какой-то периодичностью буду смотреть, кто-то мне пишет. Итак, сейчас мы приступаем к раскрытию, собственно, темы. И я предоставляю слово Елене. Итак, Елена Осетрова, мастер фэн-шуй, эксперт по организации пространства. Так, сейчас одну секундочку, Елена, мне нужно вывести на главную вас. Выводите. Так, добрый вечер. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, гости, которые на сегодняшней нашей гостевой встрече. Сегодня мы с вами будем обсуждать такую интересную тему. Тема, я бы сказала, очень-очень женская. И в то же время есть там кропление мужского, потому что все-таки влияние на какие-то события в нашей жизни – это все-таки мужской сценарий. Сегодня мы с вами будем погружаться на небольшую глубину в китайскую метафизику и начнем с самого-самого главного. Если заглянуть в словарь, то китайская метафизика, метафизика вообще – это прямой перевод в греческого – то, что после физики. Мы знаем, что в нашей реальной жизни все события уже изучены теми или иными науками – физика, химия, биология. Но существуют такие явления и понятия, которые не могут изучить эти науки. Так вот, одним из таких понятий является внутренний мир человека. И сейчас мы с вами перейдем в презентацию, где будем разговаривать об этом более предметно. Итак, наша сегодняшняя тема называется «Достижение личных целей по БАЦИ». И первое, о чем мы начнем говорить – что представляет собой китайская метафизика. На самом деле, все понятия китайской метафизики базируются всего на двух вещах. Но эти две вещи составляют весь мир. Первое. Подожди, я чуть не... Ага, сейчас я попробую вытянет на экран. Так, так. Да что ж такое? Скачет и все. Говорит, Мария. Итак, первое базовое понятие китайской метафизики – это инь-ян. О чем говорит это понятие? Это понятие говорит о том, что в мире нет ничего только светлого или только темного. Что в мире нет ничего только мужского или только женского. И в каждом явлении есть капелька того и капелька того. Вот эти две рыбки, черные и белые, как раз об этом и говорят. Представьте себе самое-самое темное время суток – ночь перед рассветом. То есть темнее придумать что-то сложное. Но как раз в этой темноте появляется светлое пятнышко и начинается рассвет. Или представьте себе самое-самое светлое время суток – полдень, когда солнце высоко, но в какой-то момент в этой яркости появляется темная точка, как напоминание о том, что день закончится и наступит ночь. То же самое и в смене времен года. То же самое в нашей жизни. И то же самое в мужчинах и в женщинах. Если вы вспомните, есть такое понятие, глубоко буддистское, которое говорит о том, что подобное тянется к подобному. И в каждом мужчине есть частичка женского, и в каждой женщине есть частичка мужского. И вот к этим частичкам, по мнению китайских метафизиков, мы и притягиваемся. То есть женщины к женскому в мужчине, мужчины к женскому в женщине. Вспомните, согласно некоторым положениям психологии, некоторые мужчины, ну или большинство мужчин, ищут женщин, похожих на свою маму. То есть ищут женщин, которых есть частичка того, что они знают с рождения. Так же, как и женщины в своих мужчинах, чаще всего, ищут папу. И это понятие ин-ян, это целостное, огромное понятие. Но, ко всему прочему, оно еще делится и на состояние. Эти состояния называются пять элементов. То есть табличка, которая у нас справа, она как раз и описывает. Китайцам было проще объяснить состояние природы, состояние здоровья, состояние времени суток и все остальные состояния. Им было проще объяснить пятью фазами. То есть фаза рождения, фаза взросления, фаза расцвета, затем фаза старения и фаза смерти. На картинке, которую видите вы, все элементы представлены названиями явления природы. То есть дерево, огонь, земля, металл, вода. И нарисованы именно в том положении, в котором они чаще всего рассматриваются. Смотрите, каждое из понятий соответствует определенному времени года. Возьмем цикл природы. Мы с вами знаем, что любая жизнь человека или в природе начинается с весны. Весна – это начало жизни, появление на свет. И этому событию соответствует элемент дерева, элемент весны. Зелененький такой. Все помнят, какая радость появляется у людей, когда появляются первые листочки на деревьях или когда рождается малыш. Следующая фаза – это лето, которое представлено здесь огнем. То есть в этой фазе все развивается. Это максимальная фаза развития. И в жизни человека эта фаза представлена зрелостью. То есть в достаточно большом промежутком времени, когда человек вырос, и он уже готов к совершениям. То есть он уже много чего знает, много чего умеет. И уже готов максимально отдавать или максимально приносить пользу семье и обществу. Следующий этап в природе – это конец лета, начало осени, когда происходит сбор урожая. В жизни человека это возраст после 40 лет. То есть человек уже многого достиг, уже многое знает. То есть наступила пора собирать урожай, семена которого он заложил в дереве. Следующий этап – это металл. Металл отвечает за осень, начиная с октября, октябрь, ноябрь, когда природа начинает потихоньку засыпать. И в жизни человека – это старость. То есть старость, когда уже дети выросли, уже появились внуки, человек уже много в своей жизни сделал. И теперь он в заслуженном отдыхе наслаждается общением кругу семьи. И последний этап – это вода. Вода – это зима, то есть это декабрь и январь. Когда природа засыпает и готовится к следующему циклу. В жизни человека это, наверное, один из самых грустных периодов, потому что в этот момент человек вращается с миром, уходит из жизни. Но тем не менее, по китайскому мировоззрению, мы все живем несколько жизней, не одну. И это завершение одного из циклов. Цикла жизни, этой жизни. И снова все начинается заново. Младенец, молодой человек, зрелость и так далее. Китайцы смогли применить эти два понятия ко всем сферам жизни, ко всем без исключения. Это касается фэншу, это касается медицины, это касается астрономии, это касается путешествий. То есть все, что можно только вообразить, китайцы смогли просить через сито ини-ян и через сито пяти элементов. И сейчас на волне большого интереса к фэншуй мы видим, что многие явления нашей жизни также пропускаются через эти две линзы. И сегодня мы с вами будем говорить о том, каким образом можно рассмотреть имидж человека и то, чего он хочет достичь, именно через линзу китайской метафизики, именно через ин-ян и пять элементов. Для того, чтобы начать говорить об этом, нам с вами нужно сделать следующее. Нам нужно составить свою карту Бадзи. Карта Бадзи – это традиционная китайская методика, которая позволяет исследовать состояние энергетики человека на момент его рождения. Авторы и преподаватели в настоящее время расходятся во времени, сколько существует эта наука. Но если исходить из того, что практически вся китайская метафизика, кроме всего прочего, родила такой памятник культуры, как книгу перемен, и большинство китайских предсказательных практик базируется именно на Ицзен, книге перемен, то, я думаю, что достаточно древние учения, которые прошло испытание времени и которые в настоящее время очень активно используются. Для того, чтобы составить свою карту Бадзи, нам с вами нужно будет перейти на сайт, который называется www.minvili.ru, калькулятор. То есть вы можете перейти по этой ссылке, и там вы увидите калькулятор. В этом калькуляторе для того, чтобы определить свою принадлежность к тем или иным элементам, вам нужно будет запомнить следующие поля. В первом поле, фамилия, имя, отчество, вы вносите свое имя и фамилию. В графе пол, в зависимости от того, мальчик вы или девочка, вы ставите галочку там, где это необходимо. В дате рождения нужно будет проставить свое дате рождения, желательно полностью. Для нынешнего нашего эксперимента можно не ставить час в минуты, если кто-то не знает. Но если кому-то интересно, то можете поставить. То есть тогда мы увидим всю полностью карту Бадзи. Главное, чтобы были заполнены день, месяц и год. Если вы не знаете время рождения, то место рождения заполнять не нужно. Если вы знаете время рождения, то заполнить можно для того, чтобы была полная информация. Я предлагаю сейчас это сделать. И дальше мы будем работать именно с данными, которые вы получите. Сегодня я решила показать карты тех людей, которые достаточно известны. Ну или были известны не так давно. И выбрала карты известных манекенщиц и нашей российской актрисы. Для чего я это взяла? Чтобы у вас в той или иной степени был перед глазами портрет человека, о котором мы будем с вами говорить. Потому что манекенщиц 80-90-х годов мы знаем практически чуть ли не лично. Поэтому вы можете себе представить тех, о ком я говорю. Первое, с кого мы начнем, это Ленда Евангелиста. Известная канадская топ-модель. Что нас интересует в ее карте? И в ваших картах, которые вы составили, будет интересовать тоже. Нас с вами интересует значок, который располагается в столбике «День» наверху. В данном случае у нас здесь зеленый значок. Вспомните, пожалуйста, ту схему и цин, которую я вам показывала. Если вы вспомните, то зеленым цветом там обозначен элемент дерева. Сейчас мы с вами увидим в этой карте, что личность человека, в данном случае Линды, представлена элементом дерева. Пока мы с вами не говорим, что это янское дерево или инское дерево. Они отличаются между собой по размеру и по качеству. Янское дерево – это огромное дерево, это дуб, у которого мощные корни и роскошная крона. А инское дерево – это трава у корней этого дуба. Ленда Евангелиста – янское дерево. Для чего нам нужно понимать, что это дерево? Существует очень много методик типологии людей – психологических, медицинских, по темпераменту, каких-либо еще. Я вам предлагаю еще один вид типологии, который основывается на вашей карте Бадзе. Для чего нам это нужно? Сейчас мы с вами по вашим картам рождения определим, к какому типу вы относитесь. А когда мы определим, к какому типу вы относитесь, то мы с вами сможем некоторые сферы нашей жизни подкорректировать одеждой и цветом. Итак, Линда Евангелиста – дерево. Мы смотрим. Здесь на картинке нарисовано типичное дерево. Если вы хотите себе представить типичного представителя дерева – это Сергей Бубко. Помните, такой бегун, прыгун, легкоатлет, очень известный, очень так негармонично сложенный. Ну, то есть, вот это именно человек-дерево. Что можно сказать о людях-дерево? Во-первых, я предлагаю вам представить, чем этот человек интересен миру. Смотрите, люди такого типа живут эмоциями, переживаниями и волнениями. Проблемы такие люди решают нелогически. Они очень эмоциональны, спонтанны, и практически основным их признаком является отсутствие планирования. То есть, люди-дерево чаще всего не любят планировать, им это не очень интересно и, сказать честно, очень обременительно. Такие люди активны, решения принимают достаточно быстро. Они любят заниматься одновременно многими делами, чаще всего не доводя до конца ни одном. Люди достаточно эмоциональные, предпочитают работать на себя. Кроме всего прочего, есть такая особенность у людей-дерево, об этом говорят, когда изучают китайскую медицину. Люди психотипа-дерево, они не любят ходить по одной и той же дороге дважды. Такой человек, идя домой, каждый раз или на работу, каждый раз старается искать новый маршрут. И если он пять дней в неделю ходит на работу, то он пять дней ищет новые маршруты. Такая вот особенность. Кстати, запомните, в будущем нам это пригодится. Итак, представили себе изящную Линду Евангелисту, сравнили с этим спортсменом. И мы знаем, что человек-дерево отличается эмоциональностью и не любит планету. В дальнейшем, когда мы с вами будем проходить так называемые стили одежды, то мы с вами еще выясним, что человек-дерево достаточно экстравагантно одевается и любит спортивный стиль в одежде. Ну, сами понимаете, что дяденька спортивных трусов как раз очень активно иллюстрирует данное высказывание. Следующий тип. Возьмем Клаудио Шифер. Помните, роскошная немецкая модель, блондинка. Так вот, это девушка иньского огня. Хотелось бы сразу сказать, что иньский огонь и янский огонь между собой сильно различаются. Янский огонь – это тепло и свет солнца, а иньский огонь – это тепло и свет свечи. Такой маленький огонек, маленький, теплый, который создает уют, который освещает и разгоняет тучи. Так вот, Клаудио Шифер, то есть мы все помним ее роскошные волосы, мы помним ее роскошную фигуру, удивительную улыбку. Человек биотипа огонь. Представьте себе, огонь жжется, огонь, от него тепло, к нему тянутся, он освещает все вокруг. Так вот, то же самое можно сказать о людях огня. Они динамичные, эмоциональные, очень любят общаться. Они вдохновляют других людей на совершение чего-либо. Может быть, они и не отличные организаторы, но тем не менее, они настолько плавно рассказывают о чем-то, что люди загораются. Люди огня быстрые в делах. Они именно те, о ком мечтают работодатели. То есть говорят, что если человек индского огня приходит на работу, то у работодателя наступает праздник. Потому что человек индского огня, он очень скрупулезный. И Клаудио Шивер как раз в своей деятельности отличалась тем, что она очень обращала внимание на основные детали. Кроме того, люди огня идеалисты, и им нравится соревнование. То есть человек огня, если ему не с кем соревноваться вовне, он соревноваться сам с собой. Для человека огня очень важна эмоциональная жизнь. И для такого человека радость жизни – это постоянная новизна, смена мест, событий, людей. И поэтому среди огненных людей очень много экстремалов. Мы с вами должны вспомнить, что цвет огня красный и циклеусин – этот цвет как раз у нас был на самом верху, то есть там, где солнце. Вспомните, что огонь греет. И поэтому вся шерстяная одежда, которая нас окружает, то есть все, что сделано из шерсти, быков, кос, кого-то там еще, все это относится к элементу огня. Все вязаные вещи, весь трикотаж практически – это элемент огня. Запоминайте все эти тонкости, потому что они помогут вам скорректировать свой внешний вид для достижения тех или иных целей. Давайте с вами перейдем дальше. Мы с вами идем практически по циклеусин. Первый у нас было дерево, потом огонь. Теперь мы с вами переходим к биотипу огня. Биотипа огня – очень трудно найти этого типа манекенщиц или топ-моделей, потому что чаще всего люди Земли, они не отличаются каким-то изящным видом, и на самом деле по подиуму ходит очень мало моделей с такими картами. Ну, то есть найти их невозможно. Знаете, женщины Земли – это самые красивые женщины, которые существуют в Бадзе. Это женщины-матери, это плодородные женщины, то есть женщины, которые представляют собой всю роскошь Земли. Они добрые, они душевные. То есть представьте себе самую лучшую маму на свете, и это Земля. Я нашла одну из своих любимых актрис, Веру Сотникову. Так вот, она представлена элементом Земли. И давайте мы узнаем поподробнее, что из себя этот элемент представляет. Вот такой несимпатичный дяденька у нас есть, но представим вместо него Веру Сотникову. Роскошную, рыжую Веру Сотникову. Люди Земли не отличаются эмоциональностью. Они спокойны. Но представьте себе, элемент Земли – это наша планета. И элемент Земли – иньский и янский, представленный двумя вещами. Иньский элемент – это плодородная земля, сада, или поле, где растут много растений, где все светит, где все плодоносит. И янская земля – это огромная гора. Ну, горный массив, скажем, Гималайи. Земля – земля. Поэтому представить себе, что человек Земли как-то вот очень эмоционирует, и он очень подвижный в эмоциях и в передвижениях – нет. Это люди неторопливые, они активны, оптимисты. Эти люди – самые лучшие друзья. На них можно опереться. Кроме всего прочего, люди Земли имеют рациональный взгляд на жизнь. Они достаточно умны, чтобы давать объективную оценку всему. У них есть замечательное качество, они не привязываются к ситуациям, поэтому способны очень правильно оценивать эти ситуации и видеть истинные мотивы поведения людей. И кроме всего прочего, они очень легко и очень правильно могут понимать точки зрения этих людей, никого не на силу. Следующий биотип. Биотип металл. Биотипом металла представлена одна из моих самых любимых моделей – это Синди Кроуфа. Помню свои детские впечатления от этой замечательной теплой женщины, которую я видела по телевизору. Знаете, у меня всегда было ощущение, что вот этот человек – праздник. Теплая улыбка, то есть карие глаза, замечательная родинка такая сексуальная. То есть человек, который красив внутри и снаружи. Так вот, психотип, прошу прощения, биотип металл – это один из самых дисциплинированных и, наверное, один из самых, я бы сказала, красивых биотипов. Он представлен двумя знаками – иньским металлом и янским металлом. Так вот, янский металл – это металл меча. То есть это такой вот острый, конкретный предмет. А иньский металл, ну, вы можете увидеть, он похож на подвеску. Это металл украшения, это драгоценный металл. Мы с вами знаем, что металл – это структура. Основное свойство металла – это структура и твердость. Так вот, человек металла, независимо от того, иньский он или янский, это дисциплинированный человек, живущий по определенным привычкам. У этого человека обостренное чувство справедливости. И очень часто вы можете встретить, ну, точнее, не очень часто, надеюсь, что вы не очень часто с этим встречаетесь, но тем не менее, все знаменитые адвокаты и все наиболее известные судьи имели в своем китайском гороскопе, в своей карте Боцзи именно элемент металла. Почему? Потому что элемент металла четко знает, что такое справедливость. Он очень спокойный, он очень рациональный и, как сейчас говорится, структурированный. Этот человек живет не сердцем, он живет головой. И обработка информации и чувств идет в голове. Такой человек очень ответственный. Он верен, он лоялен. И такой человек, это просто вот редкий, прередкий знак и в настоящее время, к сожалению, свойство исчезающее. Этот человек благодарен всю жизнь тем людям, которые ему помогли. То есть вы помогли этому человеку 20 лет назад, и он все эти 20 лет будет про это помнить. Вы уже забудете, а он будет помнить и будет вам помогать. Но, ко всему прочему, этот человек очень корректен и настаивает на таком же отношении к нему. У такого человека все разложено по полочкам. Был такой интересный случай. У меня одна из клиенток Янский металл. Так вот, когда мы проводили аудит квартиры, в душе я, конечно, поулыбалась, но вообще меня потрясло. У этой дамы, ну то есть вот шкаф-купе, в котором все разложено по полочкам, все как полагается, и у нее все носочки разложены по цветам, у каждого цвета своя отдельная ячейка. Вы знаете, сказать честно, искренне позавидовала. То есть такая структура мне недоступна. Кроме всего прочего, так как в китайской медицине элемент металла отвечает за кожу, то людей с элементом металла в дне рождения видно издалека. У них превосходная кожа, и они очень медленно стареют. Если элемент металла отвечает за кожу, то поставьте себе пометку о том, что изделие из кожи, одежда, украшения, это как раз элемент металла. Поехали дальше. И теперь один из самых умных элементов водцы. Элемент воды. Представлен он Наоми Кэмпбелл. Почему взяла ее? Хотя очень многие манекенщицы, такие как Наталья Водянова, потом большинство манекенщиц, они имеют в карте воду. Не потому что они умные, а потому что они пластичные. Почему взяла Кэмпбелл? Потому что элемент воды, если вы вспомните, когда я показывала вам усин, он представлен черным цветом. Поэтому для большей, скажем так, визуальной достоверности, я предлагаю вам запомнить, что элемент воды черного цвета Наоми Кэмпбелл. Переходим к описанию этого биотипа. Итак, биотип воды. Человек элегантный, но стерженный. Это решительно настроенный человек, очень волевой. Если он ставит перед собой какие-то задачи, то он их достигает любыми путями. Представьте себе, река, и на ее пути насыпали дамбу. Река, рано или поздно, все равно найдет способ как-то дамбу обойти. Вода не идет в лоб, вода обходит препятствия. Но своего она добивается. Люди воды достаточно авторитарные. Вспомните, как вела себя Наоми Кэмпбелл, скажем, очень много было скандалов по поводу того, как должны вокруг нее вести себя люди. Скандалы и драки. Тритарный человек. Но этот человек всегда от себя требует гораздо больше, чем от окружающих. Если такой человек что-то решил сделать, то его не интересует мнение окружающих. И для воды интереснее процесс достижения цели, а не результат. У людей воды обострено чувство долга. И чаще всего они занимаются самоедством. Кроме того, вспомните, вода принимает форму любого сосуда, который ее нальет. Поэтому люди воды обладают высокой приспособляемостью, живут сами и дают жить другим. Достаточно часто эти люди неплохие философы, мудрецы. И среди экстрасенсов очень много людей, у которых день рождения представлен именно элемент этой воды. Да, забыла сказать, что янская и янская вода тоже очень сильно отличаются. Янская вода – это вода океана. Это соленая вода огромного массива. А янская вода – это облака или дождик, или туман. То есть что-то такое, что трудно потрогать рукой, но что может влиять. Закрывать солнце, поливать иссушенную почву и так далее. О чем мы с вами сейчас говорили? Мы говорили о том, что люди по элементу своей даты рождения делятся на несколько типов. Мы с вами рассмотрели некоторые характеристики характера. А теперь давайте объединим эти знания для чего. Смотрите. Скажем, вы устраиваетесь на работу. Вы – человек дерева. Привыкли к спортивному стилю, к джинсам, к рваным кроссовкам, в повседневной жизни. Но вы устраиваетесь в солидную компанию, где принят корпоративный стиль. Корпоративный стиль – это элемент металла. Строгие формы, четкая структура. Скажу вам сразу, элементу дерева бывает очень сложно приспособиться к такой структуре. Потому что человек дерева, как мы с вами уже видели, это не структурированная личность. Значит, для того, чтобы медленно, но верно меняться внутри, привыкать к структуре, не выплескивать свои эмоции, доводить дело до конца, человеку дерева предлагается классический стиль, либо форма. То есть внешний вид такого человека поможет ему уравновить свои внутренние эмоции и мысли для того, чтобы быть годным для этой работы. Теперь представьте себе. Женщина металла. Красивая, структурированная, и все у нее замечательно. У нее замечательная работа, у нее порядок в доме. Но, понимаете, металл тоже устает, и ему нужно отдохнуть. Так вот, уверяю вас, что многие люди янского металла прочитают отдыхать в костюмах. Так вот, чтобы такому человеку отдохнуть и бросить напряжение, которое рушит любой металл, такому человеку предлагается одеть одежду воды. Одежда вода – это романтический стиль. Воланы, рюши. Я не предлагаю такому человеку идти на деловую встречу в таком виде. Но для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы почувствовать расслабленность, удовольствие от жизни, почему бы не одеть такую одежду дома? Кроме всего прочего, так же влияет и цвет. Вспомните, пожалуйста, когда мы зимой начинаем замерзать, то мы начинаем одеваться, и если судить по Москве, то мы начинаем одеваться в темное. Почему мы это делаем? Во-первых, темное – это, собственно говоря, элемент воды. То есть получается, что мы, наоборот, еще сильнее охлаждаемся. Но смотрите, кроме всего прочего, вода, если замерзает, она держит форму. То есть она практически в какой-то момент становится металлом. Кроме того, вода, она держит форму того сосуда, в который ее наливают. Поэтому, одев одежду темного цвета, мы заключаем свое тело в сосуд и не теряем тепло. Первый вариант. Второй вариант. Мы с вами одеваем вещи шерстяные, теплые. Шерстяные вещи относятся к элементу огня. То есть нам хочется согреться, и мы одеваем яркие, красные шерстяные вещи. Ну, или не красные, но тем не менее. Все равно, сама структура шерсти подразумевает наличие огня. То есть мы таким образом греемся. Очень мало я вижу зимой ярких цветов, и чаще всего цвета будут либо цвета воды, это черные цвета, черные либо синие, либо это оттенки огня. Это красный, оранжевый, то есть вот такие оттенки. Крайне редко я вижу оттенки зеленого цвета, очень-очень редко я вижу, сказать честно. Тоже там есть объяснение, почему мало зеленого, потому что дерево зимой сквит. Есть еще коричневый цвет, но тоже на самом деле он больше темных оттенков. То есть на самом деле очень мало светлых оттенков в Москве можно увидеть зимой. Хотя на самом деле, если бы было больше разнообразия, наверное, было бы лучше. То есть люди таким образом структурируются вот именно под зимой. Сейчас мы с вами рассмотрим стили одежды. Что бы я хотела сказать? То, что в базе называется стили, в имидже может называться совсем по-другому. То есть я просто предлагаю вам классификацию, которая объединяет в себе какие-то определенные виды одежды. На самом деле, что касается стиля, что касается цветовой гаммы, что касается подбора аксессуаров, то лучше всего об этом вам расскажут в имиджевом центре. И, собственно говоря, с него я начинала тоже двигаться в направлении имиджа. Так вот, Катерина Панина, я думаю, что расскажет вам об этом гораздо более подробнее и профессионально. То есть сейчас я рассказываю вам то, что принято в базе, а не то, что принято в имидже. Итак, для чего я это вам рассказываю? Для того, чтобы вы при помощи этих стилей могли менять отношение к себе и внутреннее состояние себя. Отношение к себе со стороны других людей, работодателей, семьи, знакомых, друзей. То есть произвести правильное и нужное вам впечатление в данной ситуации. И для того, чтобы вы могли ощутить внутренние, скажем, ощутить внутри легкость, свободу, ощутить себя женщиной, а не рыцарем в латах. То есть, ну, для того, чтобы что-то в своей жизни изменить. Итак, классический стиль. Казалось бы, классический стиль подразумевает четкие линии, четкий крой, дорогие ткани. Но на самом деле, классический стиль. И было бы правильно отнести его к металлу. Но на самом деле, классический стиль в большей степени относится к воде. Попытаюсь сейчас объяснить, почему он относится к воде. Скорее всего, потому что классический стиль подразумевает, что люди, которые его носят, они умные, готовы зарабатывать деньги и идти к цели, несмотря ни на какие препятствия и на мнение других людей. Это мое видение классического стиля, хотя я бы относила его к металлу. Но нет, на самом деле, это стиль воды. Следующий, драматический стиль. Это следующий стиль, который относится к воде. Почему он относится к воде? Обратите внимание, здесь прыжки, здесь всяческие драпировки. Вспомните, пожалуйста, свадебный стиль. Он будет чуть попозже, по-моему, в самом конце. То есть, все то, что плавное, все то, что волнистое, все то, что вызывает при взгляде на эту одежду состояние умиления, состояние плавности, это все тоже относится к стилю воды. Вот вроде бы как абсолютно разные понятия, но тем не менее, и классические стили, романтические стили относятся к элементу воды. Фольклорный стиль. Вы знаете, по поводу фольклорного стиля у нас идут длительные, скажем так, разногласия в среде фэншуистов. Кто-то его считает элементом огня, кто-то элементом земли. То есть, противоречие, скажем так, чисто внешнее. Почему? Потому что в цикле порождения, если вы вспомните, то огонь идет сначала, а за ним идет земля. И поэтому я считаю, что в этом стиле есть проявление и того, и другого. То есть, посмотрите, все-таки фольклорный стиль это стиль изобилия, такого, знаете, народной роскоши. Это красивые вышивки, это яркие цвета, это интересные фасоны. То есть, и ко всему прочему, это еще и традиция. За сохранение традиций отвечает земля, а за яркость и за стиль отвечает огонь. То есть, если вам нужно, ну, скажем, на каком-то семейном торжестве, где собираются несколько поколений, там бабки, ну, к сожалению, очень редко такое сейчас бывает, собираются бабушки, родители, дети. И если вам нужно создать атмосферу именно вот в семье, атмосферу доверия, тепла, то вот хорошо бы использовать фольклорный стиль хотя бы в аксессуарах. Я уже не говорю там о том, что в одежде, наверное, но это будет странно, когда все придут в костюмах, а хозяйка дома будет вот в вышлом платье, как на картинке. Но, тем не менее, какие-то элементы помогут создать тепло и атмосферу доверия, и атмосферу передачи опыта между поколениями. Переходим дальше. Спортивный стиль. Ну, это один из самых любимых стилей молодежи и один из самых любимых стилей дерева. Разумеется, если мы решим заниматься спортом или пойти в поход, или пойти в парки, посетить на надравке, то мы, ну, в некоторых случаях оденемся в романтику или партнерный стиль, но чаще всего мы оденем шорты, джинсы или какую-то спортивную форму. Люди, элементы дерева практически в этом стиле живут в Неволазе. крайне редко из него выходя. На самом деле, стиль удобный, не сковывает ничего, и поэтому, если вы очень устали, то этот стиль помогает снизить внутренний градус напряжения. Но если вам нужно сосредоточиться или принять какие-то решения, или разработать стратегию, то лучше одеваться все-таки либо в одежду стиля воды, либо в одежду стиля металла. Потому что в одежде стиля дерева, в спортивном стиле, какие-то умные мысли извлечь удастся в это. Это стиль для отдыха. Еще один стиль, один из самых любимых сейчас, это стиль милитрии. Опять-таки, еще раз вам напоминаю, это довольно условное деление, принятое именно в фэншуи, в бадзи. Это не деление, которое принято в среде имиджмейкеров и людей, связанных с модой. Значит, стиль милитрии. Вспоминаем, стиль милитрии это военизированный стиль. Военизированный стиль подразумевает что? Подразумевает форму. Форма у нас очень любит металл. Поэтому люди металла очень часто выбирают какие-то вещи, которые не обязательно по цвету, не обязательно по внешнему виду, но тем не менее, имеют четкие четкие формы, четкие швы и что-то вот еще такого стиля. Кроме всего прочего, то, что вот сейчас на картинках вы видите, это прямо вот какой-то скажем, смешности в стиле милитрии. Но тем не менее, люди металла ко всему прочему, предпочитают стиль милитрии вот не хаки, а серого цвета, то есть они выбирают металл в металле. Поэтому, если вам нужна структура вашего внимания, если вам нужно собрать мысли в кучу и если вам нужно сдать тайт быстро и качественно, то в стиле милитрии, если вы одеваете или если вы одеваете одежду серого цвета, либо если вы одеваете кожаную одежду, это все позволяет вам войти в состояние металла. И достичь своих целей именно таким структурным способом. Джинсовый стиль. Ну, с моей точки зрения, джинсовый стиль это, скажем, развитие темы спортивного стиля, то есть джинсовый стиль тоже относится к дереву. Хотя по цвету я бы, конечно, настаивала, что он больше относится к воде, но нет, это стиль дерева. То есть это свободный стиль, которым можно делать все, что угодно. Лезть на горы, не знаю, открывать новые земли, знакомиться, танцевать, то есть это свободный стиль. Поэтому люди дерева тоже его любят. еще что хотела сказать. этот стиль, он практически повседневный. Его умудряются впихнуть и в офисы, у кого нет строго дресс-кода, и в институты, и везде. То есть он имеет такое свойство, этот стиль. То есть у него, помимо того, что это стиль дерева, у него есть свойства еще и металла. Сейчас скажу довольно странную вещь, но вспомните, чаще всего у вещей джинсового стиля имеются четкие детали, четкие отстрочки, планки, что-то еще. То есть то, что является четкой структурой. Поэтому в некоторых случаях джинсовый стиль, если он позволителен по дресс-коду, то его используют и люди, которые входят в офисы. Чаще всего все-таки это стиль отдыха. Стиль сафари. Ну, стиль сафари это, скажем, считается стилем земли. Я нашла картинки, которые тут в какой-то степени и романтические, и в то же время есть элементы стиля милитари, но тем не менее стиль сафари это один из стилей, который считается стилем земли. То есть это роскошный стиль для путешествий. То есть если вы предполагаете, что вам, что вы поедете в какие-то путешествия, точнее не так, если вы хотели поехать в путешествие, но у вас нет такой возможности, то вы можете использовать стиль сафари для того, чтобы получить удовольствие от жизни, сейчас я сформулирую это как правильно, то есть удовольствие, глубинное удовольствие от жизни, даже никуда не уезжая. То есть вы сможете увидеть новые краски в старом месте, в старых событиях. То есть земляной стиль, в данном случае стиль сафари, позволяет это сделать. Следующий стиль у нас casual. Вы знаете, с моей точки зрения, хотя опять-таки мы спорим с Бадзескиным уже не первый год, стиль casual это стиль, который объединяет в себе наверное все, все пять элементов. Это самые, я бы сказала сейчас я пытаюсь найти правильное слово, но наверное это самый обширный стиль, самый прогрессивный стиль и наверное самый как бы это правильно сказать, то есть стиль, который допускает все и принимает в себя все, дорогие вещи, дешевые вещи, стиль джинсовый стиль, стиль фольклорный, романтический, то есть стиль, который позволяет все, то есть он относится по-доброму ко всему и объединяет в себе все. То есть если правильно пользоваться этим стилем, чему может научить, скажем, Катерина, то это практически беспроигрышный вариант. Вы всегда одеты, вы всегда эмоционально стабильны, вы всегда знаете, чего вы хотите, то есть вы структурированы, вы излучаете довольство жизнью, вы генерируете новые идеи, то есть этот стиль позволяет уравновесить человека и наиболее комфортно чувствовать себя в жизни, во внешней и во внутренней, то есть вы излучаете благополучие вовне и чувствуете благополучие внутри. Ну и вот свадебный стиль, то есть, как я уже говорила, это вот валаны, какие-то украшения, струящиеся ткани, это тоже стиль воды. То есть все у нас невесты такие вот водяные. Для чего я вам это говорила, все это рассказывала? Я хотела бы вам сказать, существует такая фраза, что наверху, то и внизу, или наоборот, что внутри, то и снаружи. Смотрите, Мария вам возможно расскажет, возможно нет, просто в свое время, когда я начинала учить БАЦИ, то нам говорили, что человек, если у него хорошее настроение, и он сядет, сожмется, то есть вот горбится, то настроение медленно верно начнет портиться. Появляются какие-то серые мысли и все остальное. Но если человек в плохом настроении, сядет ровно, выпрямит плечи, плечи и будет через силу улыбаться, то через какое-то время он почувствует, что улыбается уже не по принуждению, потому что приказали, а потому что как-то все устаканивается, как-то все становится лучше. И то же самое работает и с элементами бадзи и с элементами одежды. Если вам холодно, плохо, одиноко, вспомните, появляется желание залезть в норку. Так вот, чтобы в норку не лезть, оденьте одежду красного цвета. есть такой фокус, что пускай эта одежда будет не ярко-красный шарф или там, я не знаю, ярко-красное платье, пускай это будет белье красного цвета. Вы-то об этом знаете, и внутреннее знание будет согревать вас и будет добавлять радости. Или белье оранжевого цвета, то есть не всем идет оранжевый цвет, да, и почему об этом говорю, потому что я глубокий поклонник оранжевого цвета и наносить его с лица просто не могу. Но когда мне плохо, когда мне скучно, когда мне холодно, когда мне серо, когда, знаете, бывают моменты, опускаются руки, у всех такие моменты бывают, когда идет снег, то знаете, милое дело, оранжевая подушка либо оранжевое белье очень согревает душу и радует. Если вы понимаете, что вам нужно создать проект, но вы никак не можете собраться в кучу, оденьте серый беловой костюм или хотя бы пиджак, или юбку-карандаш серого цвета. То есть структура этой вещи поможет структурировать вам внутренние мысли и внутренние состояния. если у вас супер деловой гардероб и вы не можете себе позволить ну я не знаю там вытянутые скажем штаны с вытянутыми коленками, которые позволяют себе там молодые люди там или девушки когда отдыхают дома. Не надо тратить деньги и нервы на вещи, которые вы носить не будете. Помните, я вам говорила, человек дерево никогда не ходит по одной дороге дважды. возьмите это себе за правило и ходите на работу или с работы либо ездите с работы на работу разными маршрутами. Как минимум от любого дома к станции метро или от любого дома к стоянке если она конечно не с подъезда с разной стоянку целая куча маршрутов. Причем вы можете объединять эти прогулки с прогулками под семей то есть с прогулками которые вам гарантируют удачу. то есть очень много инструментов которые позволяют нам радоваться жизни и не огорчаться по пустякам. Одежда и стили в одежде это один из способов. Самое главное определите свой знак под цвет не так сойдите в калькулятор на Мингли введите свои данные и посмотрите что в столбике вашего дня рождения стоит. Для начала определите цвет если зеленый то это дерево красный огонь коричневый это земля серый это металл и черный или синий это вода. То есть вы понимаете что вы человек такого биотипа. и потом исходя из вышесказанного вы добавляете себе тем или иным путем добавляете необходимые черты. И кстати говоря последнее время знаете стало искать мудрость в детских мультфильмах. Это так скажем было задание на одном из обучающих курсов мастеров мастер который приезжал из Сингапура и он предложил нам на выбор мультфильмов которые приносят скажем так мудрые мысли. Ну вот мы нашли два мультфильма и я не знаю то ли это достоинство тех кто эти мультфильмы снимал либо тех кто их переводил но тем не менее мы нашли много мудрых мыслей и много вдохновляющих посланий в мультике кунг-фу панда но еще есть один замечательный мультик тоже американский Шрек причем Шрек первый так вот в этом первом Шреке есть такая мысль когда осел спрашивал Шрека на кого он похож там фантазии были то Шрек сказал что он похож на луковицу в которой много-много слоев так вот фэншуй и ба-зы это тоже луковица сейчас мы с вами сняли только первую чешуйку золотистую чешуйку корочки но я считаю что мы сняв эту чешуйку все-таки нашли инструмент который позволит вам в вашей каждодневной жизни не сильно меняя привычки все-таки с минимальными усилиями добиться максимальных результатов на которые вы рассчитывали и пускай ваша одежда будет маленьким шагом к достижению ваших целей мы же все-таки женщины и нам хочется быть красивыми так почему бы не быть красивыми с пользой это все что я хотела сказать если у кого-то есть вопросы то я буду рада на эти вопросы это все-таки это все-таки это все-таки Продолжение следует... Что вы сегодня предлагаете? Да, сейчас в сотрудничестве с имиджевым центром «Твой стиль» я предлагаю следующие вещи. То есть тем, кто присутствует сегодня и тем, кто зайдет на сайт «Вестевой встречи», значит, сможет увидеть следующее мое предложение. Первое предложение будет «Коуч-сессия». Первая сессия из цикла этих сессий будет 10 октября. Время вы увидите. И мы с вами будем работать над теми проблемы, которые вы озвучите. То есть мы с вами будем разбирать ваши карты БАЦИ и будем рассматривать те проблемы, которые вас сейчас волнуют и которые можно, скажем так, облегчить и улучшить вашу жизнь без этих проблем с помощью карты БАЦИ. Это первое предложение. И второе предложение – это комплексная консультация. То есть в сотрудничестве с центром я предлагаю вам по достаточно, скажем, демократичной цене комплексную консультацию, которая будет включать в себя анализ вашей карты БАЦИ. Кроме того, аудит пространства, которое вы заявите, это жилое пространство, либо если проблема по бизнесу, это пространство, где этот бизнес осуществляется. И сопровождение по этим вопросам в течение двух месяцев. Кроме того, к этому предложению прилагается календарь, который основан на вашей дате рождения, на вашей карте БАЦИ. Календарь удачных дат и хорошего времени, при помощи которого вы сможете улучшать свою удачу. Вот такие предложения. То есть вы можете увидеть их на сайте имиджевого центра «Твой образ». Спасибо. Спасибо вам, Елена. Тогда уже я тогда просто переключаюсь, подключаю себя. Да. Так, у меня что-то еще не совсем получается. Сейчас, секунду. Ну, по идее, должно было получиться, пока... Ну, я вас вижу. Главное, чтобы на экране трансляции было видно. А здесь я еще не уверена. Ну, давайте спросим, нам сейчас подскажут. Скажите, пожалуйста, кого вы сейчас видите на экране? Сориентируйте нас. А то мы понять не можем. Напишите, пожалуйста, потому что иначе трудно понять, надо мне переключать или я уже могу... Так. Так, сейчас пока не ясно, да? Видимо, задержка тоже действительно времени сказывается. И, судя по тому, что пока что никто ничего не написал, мы не можем понять. Дорогие участницы, большая к вам просьба. Проснитесь, пожалуйста, напишите, что вы видите. А, вот я вижу. Елену видите? Ну, что же это за такая волшебная вкатулка? Сейчас попробуем разобраться с ней. Так, ну, Елен, тогда я нажму... Тут какая-то клавиша есть, которая называется «Убрать из прямого эфира». Вот так вот я с вами. Вы уж извините. Хорошо. Сейчас вот, если она сработает, тогда да. Так, а у меня ничего не срабатывает? А, вот. А, ну, я надеюсь, что что-то все-таки произошло полезного. А может быть и нет. Так, Елен, не переключу. Елена, у меня к вам просьба. Могли бы вы в правом нижнем углу вашего экрана, там, где мое окошко, нажать на галочку, и там должно быть что-то типа того, что показать на главный. А, вот, вот все, теперь я уже есть на месте. Да. Ну, хорошо. Тогда всем здравствуйте еще раз. Всем, кого не видела. И продолжаем с теми, с кем мы уже сегодня поздоровались. Мы сегодня с вами говорим об ошибках, а именно о женских ошибках, которые приводят к ссорам, даже если вы того не желаете, не желали, или вы могли совершенно не предполагать и неожиданным образом в ваших отношениях с мужчиной, вы в какой-то момент могли заметить, что, например, он раздражается, когда вы начинаете говорить, когда вы еще вроде бы ничего не сказали, а вы уже видите, что он напрягается и начинает раздражаться. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией, когда вам кажется, что вы еще, собственно, ни в чем не виноваты, ничего не сделали, а мужчина уже немножко раздражен от того, что вы начали что-то рассказывать или говорить. Поставьте плюсы, если вы видели такие ситуации, если вы сталкивались с этим. Также может быть такая ситуация, когда вам кажется, что вы теряете внимание мужчины, что он раньше был предупредительным, ловил каждое ваше слово, в какой-то момент вы видите, что этого уже нет, он все больше и больше начинает быть занят своими делами. Так, я вижу, да, плюсики пошли, я вижу, что ситуации такие вы видели и сталкивались с этим. Вот мы сейчас будем говорить о том, что такого женщина делает для того, чтобы добиться такого результата. Фактически это в каком-то смысле искусственная ситуация, которая делается не специально, не со злости, и не потому, что кто-то плохо воспитанный или что-то не понимает. В основе начала таких конфликтов во многом лежит просто разница в психологии. Психология женская значительно отличается от психологии мужской. И за этими расхожими словами стоит разница в физиологии. Мы говорим сейчас о физиологии мозга. Женский мозг работает в значительной степени иначе, чем мужской. Вот я вам сегодня расскажу о том, в чем различие, и как так выходит, что мужчина в какой-то момент начинает раздражать присутствие женщины, и он может начинать уходить куда-то, куда придется, лишь бы только отодвинуться в сторону. Итак, я очень рада, что присутствующие меня слышат, что присутствующие реагируют. Это очень здорово. И особенно важно для меня, потому что тема, которую я сегодня раскрываю, я ее запланировала как часть будущей книги, которую я сейчас собираюсь писать. И я в течение ближайшего, ну там, какого-то количества времени буду проводить, может быть, еще пару вебинаров. В общем, я их буду проводить до тех пор, пока не наберу нужного количества для книги. И поэтому то, что я сейчас буду рассказывать, это ни в какие записи не пойдет. Этот материал не будет выложен ни в учебном портале, нигде, а просто потом в итоге он окажется в обработанном текстовом виде. И особенно важно для меня сегодня будут ваши вопросы. Если вы мне подскажете, какой информации не хватает, и я могла бы ее специально для вас раскрыть, от этого получите пользу все, и вы, кто получит эту бесплатную книгу в итоге, и другие женщины, которые тоже смогут ею воспользоваться. Итак, начинаем. Значит, заявлено в анонсе были три вопроса. Что важно знать каждой женщине, чтобы не допускать ссоры? Почему ссоры приводят к разрыву, и как это предотвратить, и как разобраться со своими ссорами без подруг, родственников или людей со стороны? Не могу сказать, что все три вопроса полностью раскрою, они очень большие. Я буду говорить непосредственно про женские ошибки, и постепенно буду раскрывать, что можно сделать, или что вы можете не заметить в своих взаимоотношениях с мужчиной. Итак, первая ошибка, такая первая случайная ошибка – это открытое противостояние при людях. Все женщины сталкиваются с ситуациями, когда слова мужчины или действия мужчины кажутся неправильными, может быть, кажутся несправедливыми. И вызывают протест, желание сопротивляться. Это естественно и нормально. Поставьте, пожалуйста, единички и ответьте на вопрос, как вы поступаете, когда возникает непонимание, когда мужчина что-то заявляет в присутствии других людей, а вы не согласны, вы не хотите идти ему навстречу, вы не готовы пойти на согласие. Что тогда вы делаете? Как вы поступаете? Напишите, пожалуйста. И если вы не можете написать, как вы поступаете, тогда просто поставьте единички, те, кто с этим просто сталкивался. С этой ситуацией неловкой, когда вроде бы и соглашаться, потом он может сказать, что ты же согласилась, ты сама виновата, да? А с другой стороны, мы сейчас будем говорить о том, что бывает, когда женщина начинает открыто противостоять мужчине при людях, потому что там включается бессознательный механизм, механизм, который идет, который точно так же работает в животном мире и в первобытном человеческом обществе так же работает. Так, ну я пока не вижу, пока вы ничего не пишете. Пока будем ждать, и я сейчас буду уже начинать потихонечку рассказывать, значит, что происходит в восприятии мужчины, когда происходят такие вещи. Причем сразу могу сказать, что когда мужчина начинает прилюдно как-то противостоять женщине, это может быть неприятно, можно и нужно договариваться о том, чтобы такого не было. Но мужчина воспринимает это гораздо более болезненно и к гораздо более таким фатальным последствиям может привести противодействие женщины. Алла пишет, промолчу, потом наедине могу сказать, что не согласна. То есть сначала вы просто молчите. Да, и так, всем известно, что критику никто не любит. Некоторые мужчины понимают, ну не все, но прям так и можно сказать, что некоторые, понимают, что критика может быть очень полезной, и это так. И специально вырабатывают устойчивость критики, что очень хорошо, если человек занимается личностным ростом и тренирует себя, чтобы не реагировать болезненно на критику. Это все здорово. Правильно относиться к любой критике как к ресурсу, который позволяет работать над собой. Но. Так, сейчас вот Нина пишет, если обсуждаемая тема позволяет высказаться прилюдно, то обязательно выскажу свою точку зрения наравне со всеми. Если тема предполагает некую тайну или интимность, обсудим наедине. Нина, я вам предлагаю писать ровно то, что вы не считаете, чем... Добавляйтесь в скайп, поговорим, обсудим. При людях стараюсь не выяснить отношения, потом выскажу. Ага, так, да. А, это вот вариант реакции, я, видимо, не так поняла. Реакция, что выскажу наравне со всеми, если тема позволяет высказаться. А, я сразу Нина не поняла, что вы написали. Знаете почему? Потому что я-то имею в виду следующее. Абсолютно любая тема, абсолютно любая тема, когда мужчина говорит свое мнение, а его, женщина, при других людях, говорит «нет, не так, и ты не прав, и все должно быть по-другому». И в этом смысле без разницы, какая тема, вот в чем вся суть, понимаете? Совершенно без разницы, какая тема, потому что реакция мужчины в этой ситуации, она практически одинаковая. И что происходит? Как бы не тренировался ваш мужчина, как бы он не был выдержанным, его силы не безграничны. Критика, отрицание мужского мнения воспринимается им как критика, она в какой-то момент превышает определенный болевой порог, после которого мужчина уже плохо себя контролирует, он начинает раздражаться, и он начинает переводить разговор в неконструктивное русло, в эмоциональную борьбу. И, ну, самый большой риск, конечно, когда он теряет контроль и делает какие-то вещи, о которых он потом будет жалеть, но жалеть будет на самом деле и женщина тоже. Здесь становится неважно, кто на самом деле прав. Вот в чем вся суть. Совершенно неважно. Может быть, он правда с самого начала сказал какую-то ерунду и не подумал. Но со стороны бессознательного несогласие с мнением мужчины расценивается, причем всеми, как акт отрицания его мужественности. И именно поэтому правда, как ни странно, она здесь становится неважна, а важным становится то, что женщина в присутствии других людей указывает мужчине на его слабость. Этим отрицает его мужественность. И если критика была произнесена в присутствии посторонних, то это может восприниматься как прямой вызов. Так вот, в животном мире после такого вызова следует борьба, например, в виде поединка. А это значит, что женщина в такой ситуации перестает восприниматься как женщина-мужчина. Она начинает восприниматься как соперник, то есть он бессознательно начинает ее воспринимать как мужчину, который бросил ему перчатку и вызывает его на поединок. И если мужчина оказался не настолько хорошо, не настолько высокий уровень самообладания у него, то тогда он может сделать, как я уже сказала, вещи, о которых пожалеет, потому что он в этот момент будет относиться к вам не как к женщине. Вот что важно понимать. Поэтому тут получается еще вот какая вещь, что когда вы ставите под сомнение его мужественность, то одновременно что это означает? это означает, что вы как будто ставите под сомнение его способность защищать свою семью, его способность отвечать за свою семью и в конечном счете ставится под сомнение его право возглавить семью. То есть получается так, женщина как будто говорит, что я настолько сильная, что я ни во что твое мнение ставить не буду, а подтекст идет такой, ты не можешь возглавить семью со мной. Естественно, что мужчина в этой ситуации до последней капли крови будет доказывать, что это не так. Настолько, насколько хватит его сил. Итак, всем девушкам и женщинам обязательно надо запомнить, раны, нанесенные критикой, очень болезненные, заживают очень долго и с помощью публичной критики женщина, она не только создает вот этот конфликт между собой и мужчиной, который я сейчас описала, но одновременно она причиняет существенный ущерб, репутации мужчины в глазах свидетелей критики. Они меняют свое отношение к нему, ему потом будет очень трудно восстановить свою репутацию. Самый плохой вариант, какой только можно придумать, это когда женщина начинает такое противостояние в присутствии членов своей семьи, родительской семьи. Вот это вот самое плохое, что только может быть, потому что вот таким образом потерянная репутация, она вообще восстанавливается очень тяжело, а мужчина после этого начинает сторониться членов семьи жены, даже если они очень приятные люди и ничего ему не делали. Уже потом это восстановить бывает очень сложно. Итак, это первая ошибка, которую я хотела рассказать. Если у вас по этой теме есть какие-то вопросы или есть комментарии, пишите сейчас, я потихоньку буду переходить ко второй ошибке. Значит, есть ли какие-то темы, которые, материал, по которым вы хотели бы дополнительно получить в связи с этим вопросом. Если вы напишите, что вас могло бы интересовать, это особо ценный, как я сказала, материал, потому что я буду раскрывать его в книге. Буду специально пояснять. Знаете, так очень часто бывает у специалистов, у любых специалистов, когда говоришь на свою тему, очень многие вещи кажутся понятными, однозначно понятными, и можно не понимать того, что, знаете, как-то по умолчанию, как будто бы, ну а как же, ну и так ясно. А люди, которые пользуются услугами специалиста, они могут задавать вопросы, которые самому специалисту в голову не придут, поэтому я вам и задаю вопросы, вот эти, чтобы вы уточняли меня, чтобы вы мне говорили, каких пояснений вам бы хотелось, и тогда я раскрываю эту тему в книге, просто буду делать, останавливаться отдельно, подробно на этих моментах. итак, вопросы. А в деловых отношениях это также работает? Работает, значит, это работает с людьми либо старшими по возрасту, либо старшими по статусу. Работает примерно так же. То есть, если вы выстраиваете отношения со своим начальником, например, то принцип такой же. Вы не имеете права возражать ему при других людях. Он может нести полную околесицу. Это не имеет никакого отношения к тому, какие действия вы предпринимаете. Возражать вы можете только потом и только отдельно. Это действительно так. Дальше. Я задаю вопросы, в которых он не может себе признаться. Для меня непонятно почему. Надо ли разговаривать на эти темы? Вопросы, в которых он не может себе признаться. Надо ли разговаривать на эти темы? Так, я так понимаю, что этот вопрос не касается того, о чем я говорю. Я правильно понимаю, потому что я как-то его не могу никак связать с противоречиями. Надо ли разговаривать с мужчиной на темы, о которых он не хочет говорить, в которых он не может себе признаться. Значит, смотрите, далеко не все человек может осознавать из того, что происходит в его жизни. Если человек еще что-то не осознал или если у него срабатывает психологическая защита какого-либо вида, неважно, и он избегает обсуждения какой-то болезненной для себя темы, по большому счету вы с этим сделать ничего не сможете, потому что если у человека устойчивая нервная система, то его психологические защиты будут работать надежно, и он уйдет от этих разговоров любой ценой, и в том числе ценой испорченных отношений. Поэтому если вам хочется поговорить на какие-то темы, а он еще не готов об этом говорить, или он что-то не может осознать, то здесь единственное, что можно делать, это известная женская тактика по принципу капля камень точит. Намеки, такие легкие касания, серии легких касаний с какой-то периодичностью для того, чтобы его приучить к мысли о том, что вы об этом говорить будете. Но ни в коем случае нельзя добиваться разговора, знаете, вот дожимать. Это бесполезно. Это приведет только к конфликтам. Так, переходим к второму, ко второй ошибке, которую совершают женщины. Это молчаливое согласие, когда мужчина требует или указывает. другая крайность, когда понимаете, мужчины таким образом устроены, что если они не встречают сопротивления, то они считают, что все согласны. Далеко не каждый мужчина может догадаться, спросить у вас согласие о чем-либо. и если вам было неудобно как-то сопротивляться или что-то возражать, то он может сильно удивиться, если спустя какое-то значительное время или когда вы уже что-то не сделаете, обнаружится, что уже чего-то нет. Он может возмутиться, он может начать требовать своего, потому что он считает, что уже делал в шляпе, что он уже получает то, что хотел, а оказывается нет, потому что ему об этом не сказали. Итак, что здесь важно? Здесь важно приучить мужчину считать, что он дал вам допустим задание, попросил вас о чем-то или что он с вами договорился только после получения вашего согласия. Он должен привыкнуть к тому, что ваше согласие необходимо для того, чтобы он считал, что вы договорились. Часто действительно получается так, что мужчина не склонен обсуждать свои решения. Он объявляет, забывает спросить мнение и после этого получается по вашему умолчанию получается, что вы должны очень много, что вы должны гораздо больше, чем готовы делать. И некоторые женщины в таких ситуациях, когда им предъявляют претензию, когда их начинают обвинять в том, что они нарушили договоренность, начинают выполнять то, что не хотели и не планировали с самого начала, в надежде как-то замять эту тему, но сама она никуда не денется. может даже получиться, что таким образом женщину буквально эксплуатируют до тех пор, пока она не сломается, даже бывают, встречаются случаи, когда женщина начинает болеть от того, что она не может остановиться, она не может остановить поток претензий, она не может остановить поток требований, и ее сил, и 24 часов в сутках ей уже не хватает на то, чтобы это все покрыть, и конца и края у этого не видно. Какие последствия могут быть от такой реакции? Постепенно у женщины появляется заниженная самооценка из-за чувства вины, навязанного чувства вины. Это чувство вины навязывается уже после того, как она что-то не сделала, не успев отказаться сначала. кроме того, почему появляется чувство вины, даже если женщина старается сделать все, что можно, а потому что рано или поздно она будет не успевать, и значит часть каких-то вещей она не будет делать, каких-то договоренностей она не будет выполнять, и она просто не сможет сделать все, о чем ее просят, тогда ей будут постоянно предъявлять претензии. женщина по привычке отмалчивается, ничего внятного не говорит, и все это превращается в такой бесконечный бег по кругу, но он не бесконечный, потому что, как я уже сказала, рано или поздно человек ломается, любой человек сломается в такой ситуации. Если или в своей жизни, или среди своих знакомых, вы видели похожие ситуации, вы сталкивались с тем, что мужчина говорит, мы делаем вот так, и довольный собой идет дальше, или говорит, ты должна что-то поменять, и опять же дальше не спрашивает о том, согласна ли ты что-то менять, хочешь ли ты что-то делать, есть ли у тебя возможность, время, желание, ничего не спрашивает, просто идет дальше. Сталкивались вы с таким отношением когда-нибудь? Напишите, пожалуйста. так, ну вот, пока из-за этой нашей стандартной задержки я жду, когда получу ответы, и сейчас у меня опять к вам вопрос, вопрос такой, вот по этой теме есть ли какие-то детали, которые вы хотели бы получить, есть ли вопросы, которые вы хотели бы раскрыть по этой теме и получить какую-то дополнительную информацию. Евелина видела в одной паре, Нина на службе видела, это бывает очень часто, это распространено, если повнимательнее посмотреть на то, что происходит вокруг вас или даже на то, что происходит с вами, вы можете сталкиваться регулярно с ситуациями, которые вы не замечаете, вам может касаться, что все нормально, но очень часто эксплуатируют именно таким образом. Знаете, есть такое выражение тон недопускающий возражений, вот таким тоном недопускающим возражений вам кто-то что-то говорит и как-то вроде бы и трудно найти, что ответить сразу, кстати, сказать, некоторые даже сразу ну просто не находятся что сказать, а потом вроде уже неудобно, ну а потом уже вроде бы и должна. Вот так это происходит. Так, как приучить его спрашивать мое мнение? Значит, вот смотрите, допустим, он высказывает свое мнение как окончательную идею или он обращается к вам с просьбой. Тогда вы просите подробности, спрашивайте о подробностях. Зачем? Для того, чтобы он был вынужден объяснять для того, чтобы он чувствовал необходимость как-то аргументировать то, о чем он просит. Не когда он просто говорит, о чем он может попросить, ну я не знаю, например, там, господи, ну что же может такое придумать, ну допустим, он там говорит вам, что ему захотелось там пирогов, при том, что вы устали, там нужно опару ставить и так далее, и вы говорите, когда, скажи, ты когда хочешь, чтобы я это сделала, мне на это уйдет полдня, вот ты когда хочешь, хорошо, а сколько тебе этого надо, а из чего это будет, не важно какие вы будете задавать вопросы, задавать вопросы надо по деталям, по условиям, чтобы приучать его отчитываться, понимаете, чтобы он не только приказывал, но еще и отчитывался, а дальше, даже если вы полностью согласны и готовы это сделать прямо сразу, и у вас это не вызывает никакого сопротивления, все равно говорите примерно следующее, хорошо, я все поняла, в таком случае я согласна, то есть вы показываете ему, что вы не будете принимать его просьбы по умолчанию, вы не будете выполнять его указания, потому что он просто его дал, а вы сначала выясните все-все-все, а потом скажете, что если так, то я это сделаю, и это будет означать, что вы согласились не потому, что мужчина вас об этом попросил, а потому, что вы согласились на условия этой просьбы, и это значит, что вы могли отказаться, это на бессознательном уровне будет понятно ему, что вы могли согласиться, а могли отказаться, и со временем мужчина начнет считать, что получение вашего согласия это естественная часть вашей жизни и вашего общения с ним. так, я надеюсь, я ответила на вопрос, если пока что больше вопросов нет, мы переходим к третьей ошибке, третья женская ошибка, она не только женская, на самом деле часто встречается, но вот в женском, женщина больше теряет, если она так делает, скажем так, это попытка замолчать проблемы вместо того, чтобы попытаться их решить. Ну, кроме того, что проблемы, конечно же, надо решать, и все тайное становится явным, ну, это такие общепринятые вещи, тут работает еще один момент, мужчине от женщины, кроме всего прочего, нужно определенность, нужно спокойствие и своего рода консервативность, если это женщина его жизни, если это не просто какая-то мимолетная связь, которая скоро оборвется, а если это спутница жизни, настоящая, да, то ему, скажем так, мужчина будет благодарен женщине за отсутствие неопределенности, так вот, если женщина сталкивается с проблемой и не хочет быть вестником неприятностей, и начинает замалчивать, как-то утаивать или сглаживать, то мужчина, он начинает чувствовать неопределенность, он начинает ощущать, что есть много неизвестности, это его заставляет напрягаться и тревожиться, на отношениях это сказывается не лучшим образом, задача любой женщины снять у мужчины напряженность от неизвестности, потому что во внешнем мире у него достаточно этой напряженности, ему практически все непонятно, он кругом рискует, ему все неизвестно, женщина для него может стать таким вот островком стабильности и спокойствия, так вот, если женщина будет своевременной, ничего не откладывая, не затягивая, давать ему пусть неприятную информацию, но ее давать, тогда он будет понимать, что он даже не понимать, он будет просто чувствовать, что все становится как-то определенно, и тогда он будет успокаиваться, для того, чтобы усилить этот эффект, когда вы передаете информацию какую-то неприятную, надо делать акцент, ну, например, на том, что, но зато мы теперь уже это знаем, хуже все равно уже не будет, уже вот так вот как есть, зато все известно, а раз все известно, значит, мы придумаем, что с этим делать, вот если бы мы ничего не знали, то было бы, конечно, сложно, а тут, по крайней мере, все уже как бы вскрылось уже все неизвестное, и поэтому можно просто заняться устранением проблем, можно попытаться пережить то, с чем столкнулись, но уже тревожиться не нужно, а нужно просто справляться со всеми неприятностями, вот и все, и поэтому принцип в общении с мужчиной заключается в том, что если вы неприятность не можете устранить сами, вот просто абсолютно самостоятельно, так, чтобы ее не было видно, да, то неприятность не должна замалчиваться, и уж тем более она не должна искажаться, вот такой закон, и подобные ошибки совершают очень часто, когда говорят, что ему не надо знать, я ему пока не говорила, я потом скажу, вот этого делать не нужно, это ухудшает отношения, так, теперь мы перейдем к ошибкам женским, которые связаны с физиологическими особенностями, и так ошибка четвертая, женщина говорит много, женщина не просто говорит много, она способна говорить много, вот на чем я сделала акцент, и поэтому я говорю о физиологических отличиях, по результатам некоторых исследований, скажу я аккуратно, потому что до конца эта тема не изучена, но вообще все, что касается мозга, это такая территория, есть эксперименты, которые приводят к определенным результатам, но утверждать что-либо все равно сложновато, но тем не менее, даже уже научные эксперименты показывают, что есть так называемые разговорные клетки в мозге, они блокируются у мужчин гормонам тестостерона, не полностью, но частично, мужчина произносит меньше слов, женщины говорят почти в три раза больше мужчин, это нормально и для мужчин, и для женщин, это абсолютно естественно, кроме того, что женщины говорят больше, они говорят быстрее, не случайно говорят, распространенное такое слово, допустим, троторка, да, за этим словом вряд ли подразумевается мужчина, за этим словом стоит, конечно же, женщина, так вот, у женщины есть потребность это делать, то есть, это не только возможность физиологически данная, это еще и потребность, потребность почему, а потому что тоже было проведено исследование, которое показало, что женщина может получать удовольствие от своего говорения и от своего голоса, и снимать стрессы таким образом женщина может, а мужчина так стресс не снимает, ему это не помогает и получается по результатам тех же исследований есть такие данные, что женщины ежедневно произносят в среднем 20 тысяч слов и это на 13 тысяч больше, чем то, что произносит мужчина в день, правда, данные американские, сразу говорю, русский язык отличается, поэтому у нас цифры были бы меньше, если бы мы измеряли, у нас были бы другие, не в пропорции, а именно в количестве слов у нас было бы немножко по-другому. Итак, что получается в итоге? А в итоге получается, что женщина утомляет мужчину своими разговорами. он пытается терпеть и слушать, рано или поздно он не выдержит, она обижается и говорит, ты ко мне невнимателен, а правда заключается в том, что просто какое-то определенное количество времени, когда мужчина завоевывал женщину, он ее терпел. Вот, дорогие девушки, надо очень важно понять, очень важно понять такую вещь, что мужчины многое терпят от женщин на этапе, когда они пытаются ее завоевать. Считать такое отношение нормой по отношению к себе невозможно по той причине, что он же не может все время себя мучить. А он большую часть времени, когда идет конфетно-букетный период, он себя немножечко мучает. Ну, у него компенсации происходят, поэтому может и потерпеть немножко, но долго-то он не сможет. И поэтому изначально женщины больше нуждаются в общении, чем мужчины. Потому что для женщин важна не только тема общения, как таковая, но проявление интереса к своей особе. Для женщины важна принадлежность к определенному социуму, и женщины вообще при общении друг с другом могут тараторить там одновременно и это является проявлением интереса к беседе. У мужчин все не так. Они требуют внимания к своим словам, свои слова они взвешивают и когда они слышат речь гораздо большую по интенсивности, чем он сам способен воспроизводить, его это просто утомляет. Воспринимать он этого не может. Так, значит, сейчас посмотрим вопросики. к вопросу чуть попозже вернемся, мы по поводу разговорчивости. Анна спрашивает Мария, если у женщины повышен тестостерон, будет ли это влиять на ее разговорчивость? сомневаюсь я, что такие исследования проводились. Дело в том, что если у женщин повышен тестостерон, это не значит, что у нее другие, ну как вам сказать, это все равно не значит, что у нее мужской организм. Вот, давайте так говорить. Это все равно не означает, что у нее, дело в том, что это не единственные гормоны, которые влияют, а вот у женщин повышенные, например, такие гормоны, как серотонин и окситоцин, они тоже, они очень влияют на разговорчивость. Вот, поэтому там все равно идет целый комплекс и для того, чтобы женщину превратить в такого цедящего слова, неразговорчивого немножечко в себе мужчину, это нужно сильно постараться, это не просто сделать. Дело в том, что это же, это процесс эволюционный, а эволюционный процесс, он, сейчас мы перейдем к следующей ошибке, которую женщину делают, и там тоже будет видно, и поэтому сейчас уже сразу я могу сказать, что изначально женщине для того, чтобы выжить самой, для того, чтобы обеспечить выживание своих детей, ей всегда надо было уметь делать несколько дел одновременно. Эволюционно женщина, которая стала бы делать как мужчина, то есть делать все по очереди, она просто не выживала, но, собственно, они и не выжили. Давайте говорить так, то есть выжили те женщины, которые способны делать, тараторить, трещать, говорить 300 слов в минуту, со всеми общаться подряд. Женщина, она, понимаете, это сейчас у нас там один-два ребенка, а когда традиционно у женщины было 8 или там, не дай бог, 15 детей, как следить за всеми, как общаться с ними, вот только так, понимаете, говорить очень-очень много слов в минуту, уделять внимание всем одновременно, и только такая женщина могла обеспечить выживание своему роду, понимаете, вот, поэтому в конечном счете так и получилось, то, что уже случилось, то случилось, мы являемся потомками тех, кто справился с этой задачей, и тех, кто мог, и поэтому это естественно, когда женщина получает удовольствие от того, чтобы наговориться, и для этого женщине нужна другая женщина, и мучить мужчин не обязательно, соответственно, нужно здесь очень внимательно просто смотреть за его реакцией, так, теперь мы переходим к следующей ошибке, которая перекликается с предыдущей, потому что там, в принципе, такая же схема работает, но все-таки нужно сделать отдельный акцент, итак, ошибка заключается в том, что женщина перебивает мужчину, перебивает, как это выглядит, вот когда одна женщина говорит с другой, они могут говорить одновременно, знаете, почему, вот напишите, пожалуйста, если вы знаете, почему женщины друг с другом могут говорить одновременно, напишите, давайте обсудим это, а с мужчиной так не получится, он будет останавливать, он будет требовать сказать свое слово отдельно, а женщины очень часто ошибочно думают, что это потому, что он хочет, чтобы его слово было важным, непонимающая женщина может считать, что мужчина пытается говорить отдельно для того, чтобы быть более значимым, а это не так, это совершенно не так, потому что это также связано с физиологией. Так, пока я не вижу, говорят и слушают параллельно, да, Нина, это правильно, то есть смотрите, опять же, о чем идет здесь речь, женщина не просто говорят и слушают параллельно, а женщины могут одновременно и говорить и слушать, на это влияют определенные молковые функции, за это отвечают определенные участки мозга. Мужчина может только что-либо одно, вот это самое главное, и поэтому, предположим, мужчина начал вам что-то говорить, а вы его перебили, вернее, как, вы параллельно с ним начали что-то говорить, вы-то думаете, что вы разговор ведете, а он-то уже и говорит не может, потому что он сбился, и слышать он вас не может, то есть он не может слушать, когда вы его перебиваете, он просто не слышит, здесь это очень важно понимать, если он начал говорить, желательно дать ему высказаться, дождаться, пока он установится, и после этого говорить самой, или просто ждать, когда он ничего не говорит, и говорить, тогда он вас хотя бы слушать станет, он вас услышит, понимаете, но если он настроился на то, что он говорит речь, он думает о своей речи в этот момент, понимаете, даже если вы его прервали, он замолчал, но у него в голове продолжает идти вот эта речь, в этот момент женщина что-то тараторит, что она получает, он ее не понял, он вообще не понял, что она сказала, услышать не может, ее обиды дальнейшие бесполезны, ну и еще он предъявляет претензии, и в этой ситуации я частенько сталкиваюсь с ситуациями, когда женщины начинают обижаться и говорить, ну вот, он из себя чего-то строит, он со мной говорить не захотел, говорит она, это не так, он говорить хочет, только говорить надо с ним на его правила, по его правилам, не потому, что он их придумал, потому что он по-другому не сможет, это важно понимать. И способность мужчин внимательно слушать, слушать, слушать чужую речь, она снижена по сравнению с женской способностью. Итак, да, и опять же, когда я говорила про эволюционные, завоевания женские, то, конечно же, способность одновременно делать несколько дел обеспечивала выживание женщинам, и поэтому женщины приобрели такую особенность своего мозга, вот такую особенность и такую способность делать одновременно несколько дел, и еще одновременно при этом говорить. Мужчинам требуется сосредоточение, это надо просто знать для того, чтобы не вызывать лишние неприятности. Так, значит, чтобы я не пропустила, здесь у нас был вопрос, теперь, когда я закончила говорить об этом, сейчас посмотрим, Алла писала, если он допускает эту ошибку, замалчивает, говорит, что не хочет ссориться, поэтому не хочет говорить, возникает конфликтная ситуация, я высказываю свою позицию и чувство по этому поводу, а он говорит, не хочу разговаривать об этом, чтобы не ссориться. Алла, ну, конечно, нужно разобрать индивидуально, о чем идет конкретная речь, потому что тут я сейчас сижу и пытаюсь на кофейной гуще понять, вот как бы, да, значит, о чем, но, если, из того, из того, что мы сейчас видим, да, из того текста, который вы сейчас написали, здесь получается так, значит, вы обращаетесь, там, допустим, вы говорите, он допускает ошибку, вы говорите о его ошибке, а он говорит, что он не хочет ссориться, и поэтому не будет об этом говорить, тогда вы ему можете сказать, что, правильно ли я понимаю, что ты хочешь молчать о том, что приведет нас к ссоре, то есть, если есть тема, которая, из-за которой мы должны поссориться, если есть тема, которая нас приведет к конфликту, значит, эта ссора появится не сегодня, завтра, не завтра, через полгода, она появится, и получается, что ты не хочешь об этом говорить, значит, ты просто пытаешься, что, выиграть время, два дня, неделю, сколько? Обязательно здесь важно сказать о том, что у вас нет желания ссориться, у вас нет желания создавать конфликты, и что вы с ним об этом собираетесь говорить не для того, чтобы выяснять, кто прав, кто виноват, вы с ним об этом собираетесь говорить не для того, чтобы кто-то победил в конфликте, и вообще не для того, чтобы создавать конфликт, а только для того, чтобы их не было попробуйте с того чтобы высказать вот эту свою позицию что ваш интерес заключается в том чтобы конфликтов не было и только по этой причине вы начинаете об этом говорить более подробно это конечно нужно уже разбирать сам вопрос саму суть вопроса итак переходим к следующей к следующей ошибки женской которые очень часто встречаются когда женщина говорит только о своих проблемах она рассказывает о себе вспоминаем что есть же наговориться надо и же высказаться хочется времени немного для общения и поэтому она пытается вывалить все сразу и в итоге получается что волей неволей она говорит о своих интересах о своих проблемах рассказывает о том что с ним было где было что было на работе что было без работы что было дома пока муж муж был на работе и так далее в итоге мужчина начинает отстраняться находят дела срочные необходимые пытается куда-нибудь деться если вы замечаете вот такую реакцию мужскую то очень может быть что в своем общении с ним вы забыли поговорить о его интересах вы забыли поговорить о его проблемах иногда женщины думают что но если бы он хотел поговорить что он маленький что ли он расскажет тогда но вы не забывайте что это женщине на город мужчине далеко не всегда надо выговариваться он далеко не всегда к этому стремиться у него может быть проблема но при этом он не получает удовольствие от того что он потрещит на эту тему понимаете И поэтому он не будет этого делать. Но это не значит, что у него нет вопросов, проблем или интересов. У него все есть. Поэтому, даже если так получается, что вам захотелось поговорить о своих проблемах, ничего страшного в этом нет, подумайте о том, как по смыслу привязать их к его проблемам. Это нужно совместить, показать общий интерес, показать, что вам важны как свои интересы, так и соблюдение его интересов. Демонстрируйте и показывайте, что вам небезразлично, доволен ли он, все ли у него хорошо, не тревожит ли его что-то. Это надо показывать. Не надо ждать, когда он сам начнет говорить. Женщина склонна начинать говорить обо всем сам. Мужчина не склонна. Но это не значит, что он не оценит и не будет благодарен, если вы это сделаете. И к тому же он с большим удовольствием будет слушать вас. Вам-то надо выговориться все равно. И тогда это будет равноправным, тогда это будет равновесим в отношениях. И последняя ошибка, которую я хотела рассказать, это ошибка во взаимодействии с семьей мужчины, во взаимодействии с друзьями мужчины. И тоже она нелогичная, нелогичное поведение женщины, но при этом очень часто встречается. Когда при знакомстве с семьей, при знакомстве с друзьями мужчина, женщина ведет себя, как будто она чужая. Страненно. Прежде всего, конечно же, нужно преодолеть отчуждение, когда, допустим, женщина входит в новую семью. Или даже если это уже старый брак, все равно отчуждение преодолевать надо. Хотя бы как минимум для того, чтобы перестать быть чужой. В восприятии этих людей. Здесь как бы цель одна. Нужно со временем стать своей. Для этого надо получить первичный кредит доверия. У будущих родственников, у будущих своих друзей, которые станут и вашими друзьями. Надо немножко пойти навстречу. Но здесь все хорошо в меру. Есть две позиции, прямо противоположные. Значит, один вариант. Когда женщина ведет себя совсем как чужая. Когда она себя ведет примерно так, что вот вы должны меня любить уже только за то, что я с вашим сыном рядом и хожусь. И вот вы добиваетесь моего расположения. Мне все равно, я могу тут и вообще сама по себе жить. Но если вы будете стараться, если вам это очень нужно, ну тогда вы найдете, что сделать для того, чтобы я там вам пошла навстречу. И я снизойду до общения с вами. Ну, понятно, что чем все заканчивается. Все заканчивается в лучшем случае отстраненностью, в худшем противостоянием. Страдает кто? Страдает на самом деле любимый мужчина. Потому что ему труднее всего разорваться между всеми. И поэтому, если женщина его любит, то в первую очередь она сделает так, чтобы он не страдал и не чувствовал себя между хагней. И это, скажем так, одна сторона, да, которая может быть такая одна крайность. А другая крайность – это когда девушка, когда женщина делает все, чтобы понравиться. Абсолютно все, что только можно, чтобы понравиться, максимально понравиться родителям и родственникам мужа. Она соглашается на все, она помогает во всем, она молчит, она не защищает себя, если на нее нападают. Или если что-то неприятное говорят про нее там, либо про ее семью. Всем улыбается, всем помогает. К чему это приводит? Ну, отчасти это приведет к тому, о чем мы уже говорили, к эксплуатации. А с другой стороны, когда ей... Это же невозможно долго делать. Ей тоже рано или поздно надоест. Надоест, и что потом про нее скажут? Скажут, что испортился характер. Скажут, что, оказывается, она совсем не такая, какую себя изображала. Хотя она ничего не изображала, просто так хотела нравиться, да. Поэтому ни одна, ни другая крайность здесь не подходит. Надо выбирать что-то среднее, но при этом курс, цель – это стать чужой. Стать своей и перестать быть чужой. Вот это основное, что нужно... Как бы к чему нужно стремиться. Чтобы в итоге не воспринимали вас отдельно, как какой-то противовес какого-то человека, который вот тут временно пришел и сейчас уйдет. Вот это то, что на сегодня я хотела вам рассказать. Собственно, это то, что на сегодня я приготовила. Продолжение следует. И для качественного продолжения именно поэтому в том числе я предложила провести для пяти человек бесплатные консультации по улучшению личных отношений. Потому что сейчас я, в общем, как коллекционер себя веду. Я сейчас собираю вопросы. Ни частные случаи, ни в коем случае, ни одна конфиденциальная информация не уйдет за рамки консультации. Речь идет сейчас не об этом, а о том, чтобы максимально полную собрать для вас материал, чтобы было полезно и интересно тем, кто будет пользователями. Так, если у вас сейчас есть еще какие-то вопросы, пишите. Я, есть у меня пять минут, есть у меня пять минут на то, чтобы ответить. Также еще в рамках той же самой работы готова сделать сегодня вам предложение тем, кто хочет поработать над своими отношениями. Есть техника, которая позволяет менять качество, уже устоявшиеся качества отношений. По сути дела, я сейчас делаю ставку, скажем так, вот я буду эту книгу делать не про то, как знакомиться, да, про это огромное количество информации в интернете. Я буду говорить о том, как сохранять отношения, как развивать отношения и как переводить их на новый уровень. Так вот, сейчас я сосредотачиваю свое внимание на технологии, которые позволяют немножко застрявшие, остановившиеся отношения перевести на новый уровень. Дать толчок к развитию. И так, чтобы при этом сохранить отношения. И поэтому, поэтому предлагаю вам, так, сейчас одну секундочку, Екатерина какую-то странную ссылку нам сейчас дала по поводу онлайн-консультации. Но сейчас, одну секундочку, сейчас я найду ее, эту ссылку, неработающая ссылочка, которая там почему-то, я не знаю почему. Так, сейчас посмотрим. Она почему-то у меня перевела на какую-то не ту, куда-то не туда, я не поняла этого. Сейчас, одну секунду, я вам покажу просто предложение, о котором идет речь, это с большой-большой скидкой консультация, серия консультаций, которая даст возможность разобраться с сохранением своих отношений. Мне совершенно замечательный ВКонтакте не дает мне сейчас ничего вам отправить, он вредничает. Екатерина, можно обновить как-то эту ссылку, потому что она не работает. Надо дать ту, которая работает, иначе у нас какая-то получается абракадабра сейчас. Вот, пока мы сейчас пытаемся разобраться с кодами, вы напишите свои вопросы, если хотите сейчас их обсудить, разобрать. Что ж такое интересное, интересное дело. Вот я сейчас отправила ссылку, она правильная, можете на нее перейти, посмотреть. Итак, вот эту скидку, которая там указана, мы будем держать, но я думаю, что там не больше, чем до конца недели. Дальше уже, просто как только я наберу нужное количество людей по этой теме, ссылка будет закрыта. Ну, в смысле, не сама ссылка, а скидка, скидка изменится. Да, со ссылкой все будет на месте. Итак, спасибо за встречу, пожалуйста, приятно было встретиться. Мне приятно было посмотреть на все ваши вопросы. Я обязательно их возьму на вооружение. И таким образом не забывайте о предложении от Елены. Елена нам дала вообще совершенно уникальное предложение, потому что, насколько я знаю, она за свои консультации берет намного больше денег. И те варианты, которые она предложила нам, это она сделала только для нас исключительно. В других местах за такие деньги, в общем, ничего и не получишь по фуншуй. Это для тех, кто интересуется и кому интересна эта тема. Итак, спасибо всем за внимание. На сегодня мы завершаем нашу беседу. Как я уже сказала, значит, с сегодняшними записями будем делать так. Какое-то время эта запись здесь повисит. Дальше ту часть, которую вела я, я забираю на то, чтобы делать книгу. А ту часть, которую делала Елена, мы отдаем ей, и она уже будет использовать в своих целях со своими клиентами. И да, не забывайте о том, что еще такой момент для тех, кто живет в Москве, для тех, кто живет в Москве, 21 октября Елена проводит мастер-класс, живой мастер-класс у нас в офисе. И на этот мастер-класс можно прийти всего за 800 рублей. И лично пообщаться, и в перерыве задать свои вопросы, и о чем-то договориться. Поэтому вот есть такая возможность. Если вам интересно, так, я думаю, что Екатерина сейчас отправит... Екатерина сейчас еще, кроме вот этих специальных предложений, Екатерина, ссылку на мастер-классы, пожалуйста, дайте, чтобы видно было. Но в любом случае, если какие-то будут вопросы, и вы чего-то не найдете, вы можете нам написать, мы вам ответим... Найдем, как ответить. Потому что про мастер-класс мы совсем забыли сказать. А на самом деле у нас так и получилось, что сначала мы с Еленой договорились о том, что она будет мастер-класс проводить в рамках нашей серии мастер-классов. А потом, поскольку мы запланировали 21 октября, в общем-то, и родилась вот эта тема, когда сначала я у Елены брала интервью, и мы вывешивали, делали в рассылке интервью, видео, которое, я думаю, что вы смотрели. И после этого решили и вебинар тоже сделать. И вот получилась такая линейка. Интервью, вебинар, и дальше будет мастер-класс. Ну, а те предложения, которые Елена сделала, это уже. Смотрите, пользуйтесь, присоединяйтесь к другим клиентам Елены. Все, на сегодня заканчиваем. Спасибо всем за внимание. Удачи, хорошего настроения. До следующих встреч. Всего доброго.